К врачам-онкологам Светлану Кальзееву привел постоянный отек колена. Лечить сустав жительница ТОПС решила в Сочи и не жалеет. Пройдя все необходимые исследования, получила отнюдь небезобидный диагноз. На днях прошла операция. Все успешно. Не бояться, я бы всем сказала, не бояться. А прийти, опережая события, события все эти, прийти. Мы ведь не знаем, что у нас внутри творится с нашим организмом. Только потом начинаем. Ох, ах, а почему и вот не раньше, как мне сказали. Я говорю, ну что, с каждым прищиком бежит. Да, вот такое время, может быть, и с каждым прищиком обратиться к врачу. Но здесь очень внимательно подошли ко мне. При обнаружении первых симптомов и подозрении на какое-либо заболевание или новое образование, нужно обращаться только к специалисту, а не идти за советом косметологам или народным целителям. В онкодиспансерии есть все необходимое оборудование для проведения качественного обследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. А на ранней стадии излечить недуг можно на 100%. Поэтому профилактический осмотр или так называемый день открытых дверей онкодиспансер проводит два раза в месяц. Специалисты, которые будут принимать участие в дне открытых дверей – это мамологи, гинекологи, дерматологи, лор-врач и хирург. То есть довольно-таки большой спектр. Параллельно будут работать и аппарат УЗИ, и мамограф, то есть как бы все в комплексе. То есть любой пациент может пройти профилактическое обследование в выходной день. Пройти обследование в онкодиспансерии сочинцы смогут 15 августа с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь страховой полис и паспорт. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.